Во-первых, хочу всех нас поздравить с двумя юбилеями. Столетие со дня рождения народного поэта Калмыкия Давида Кугультинова и десятилетие с того момента, когда в Элисте начали отмечать День калмыцкой поэзии. И во-вторых, в этой связи приветствую литераторов Калмыцкого отделения общественной организации «Союз писателей Республики Крым». Вот с того времени, как мы побывали в Калмыкии, нашему полку прибыло «Союз писателей Республики Калмыкии». Сколько пришлось вынести Давида Кугультинову, прежде чем его голос смог зазвучать на полную силу его дарования. Две ссылки. Первая с семьей, когда был еще ребенком. А вторая, когда в 1944 году его отозвали с фронта и в рамках депортации калмыков сослали в Сибирь. Только в 1956 году был реабилитирован и смог возвратиться в Калмыкию. Через четыре года, окончил литературный институт имени Горького, в 38 лет получил высшее образование. Нелегко было? Да, нелегко. Давид Кугультинов об этом писал. «Я никогда не терял веру в правду. Эта вера дала мне силы перенести тягчайшие испытания жизни». А в стихах он сказал «Но как бы круг порочный не смыкался, как ночь над нами не была глуха, от правды я своей не отрекался, не отступал от своего стиха, не потерял я совести от страха, не позабыл природный свой язык, под именем Бурята или Казаха не прятался. Я был и есть калмык». Это о таких представителях своего народа пророчески сказал Александр Пушкин. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и нинид дикой тунгуз, и друг степей калмык». Думаю, пришедшие из далеких сумеречных дней эти строки стали связующей нитью поэтического вдохновения многих, мастеров слова и в данном случае предопределили появление в поэзии Давида Кугутинова. Его голос не может потеряться, ибо его образы не принадлежат к искусственно вымученному строчкогонству. Он не создавал стихи, он их записывал во время разговоров со своей судьбой и вселенной. Об этом он рассказал в произведении «Счастье и горе». «Когда, как вестник торжества и славы, ко мне пришел бы старец белоглавый калмыцкой старой сказке-чародей и подарил мне счастье всех людей, я б это счастье разделил на части, всем людям порву я б роздал счастье. Но если бы он собрал в один комок все, что печально на земном просторе, что в сердце у себя вместить я мог, все наше человеческое горе, я б горе вместе с сердцем сжег до тла, чтобы сделалась вселенная светла». Продолжение следует...